Да, как я тебе благодарен за то, что выпустила АСТ книжку, книжку выпустила АСТ, ты, надеюсь, мне ее подаришь от себя, потому что ты же литературный агент, спасибо тебе огромное, ну и в теме, ты в теме, и ты мне вчера звонила, говорила, как ты использовала ключ, как ты ключ использовала, потому что выходила из коронавируса, и не успела еще, как говорится, понервничать, уже шею напрягло, напрягло шею, и ты как-то сняла это, а потом про глаз ты говорила мне, вот я тебя попросил, ну давай сейчас, прошу, давай. В свою очередь я вас поздравляю с выходом книги и передаю привет из редакции, Татьяна вам передает огромный привет и поздравления. Ей тоже огромный привет и спасибо большое. Я тебя поступил сегодня, но я надеюсь, мы в ближайшее время вам доставим. Да, Нелечка, ты можешь камеру так немножко сделать, чтобы твое красивое личико все видели, да, и чтобы знали, кто наш литературный агент, ССТ, такая Неля потрясающая, потому что она работала со мной вместе над этой книгой, переделывали, 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 она такая умелая, да. Спасибо тебе, если бы не ты, она бы и такой не вышла бы. Ну, как получилось, совместными усилиями. Но я расскажу тогда свой опыт. Получилось, что поскольку я погрузилась в материал и пропустила все через себя, то, соответственно, и приспособилась. Приемов у вас много, вы постоянно что-то изобретаете, все я на себе, естественно, пробую, но к чему-то так же вот индивидуально приспособилась. И первый момент – это автоколебание, про которое я вам не говорила еще. Это было на каких-то вебинарах, и с помощью автоколебаний получается, что начало дня своего я как бы диагностирую свое состояние. Через автоколебание я понимаю, есть ли у меня какие-то нарушения или искажения дисбаланса всего организма. И таким образом я привожу себя в гармонию. Как ты это делаешь, автоколебание? Чтобы вот новичок зайдет к нам сегодня на ролик посмотреть, мы же для всех это делаем, чтобы польза была. Вот скажи, как ты делаешь автоколебание? В двух словах просто скажи. В двух словах сначала я встаю и погружаюсь в себя, и расслабляюсь. Отпускаешь себя, отпускаешь себя. Да, отпускаю свое тело и даю ему возможность, в общем, балансировать так, как оно есть. И если меня начинает слишком заносить в какую-то сторону или голову там куда-то, туловище, то я понимаю, что это у меня, значит, как бы остаточное явление, нарушение каких-то. И я тогда даю возможность ему двигаться так, как ему надо. И через какое-то время оно уже выходит в какие-то уже такое нормальное, более-менее гармоничное состояние. Или по окружности, или вперед-назад. Или с маларочкой такой, да? Да. И я даю возможность сделать столько, сколько вот интуитивно чувствую хочется мне. И через какое-то время у меня получается уже нормальная какая-то фигура, равномерная. Не заносит уже в какую-то сторону. Иногда бывает голову забрасывает назад. То есть все зависит от того, что пережил перед этим. Я так это понимаю. Так. Потом я, соответственно, делаю стресс-тест для того, чтобы проверить. Вытягиваю руки и пытаюсь их разводить, сводить. И это тоже для меня показывает, достаточно ли я в автоколебаниях себя привела. Ну, ты делаешь это не механически, а просто обращаешься. Я дополняю, чтобы новичок, если придет посмотреть, чтобы он понял, о чем речь идет. Ну, все, в общем, достаточно быстро. На это много времени совсем не уходит. Это вот прямо какие-то там минуты 5, 10 или 15 максимум может уходить в начале дня. Соответственно, я заметила, что когда я делаю стресс-тест, то есть тогда, когда я вытягиваю руки и даю команду рукам разойтись, если они расходятся, это уже у меня есть как бы специфическое понимание определенного ощущения, которое возникает. Дальше я заметила еще один момент. Даже тогда, когда я делаю автоколебания, ну, к примеру, если у меня забрасывает голову назад или там в сторону, вправо, влево, ну, даже на уровне шеи, хотя это не только на уровне шеи может быть, если я чувствую какие-то болевые ощущения в мышцах, то есть напряжение в мышцах, то вот это вот потом, когда я делаю стресс-тест, я уже могу его не делать, но зная это ощущение, я направляю это внимание, этого ощущения в то место, где у меня зажимает. Там вот. Важно, то есть ты фиксируешь там внимание именно на больную точку. Фиксирую там внимание, и у меня через какое-то время отпускает, но буквально минута-две ли, это непродолжительное время, и после этого я проверяю, у меня этих болевых ощущений, этих напряжений нет. Хотя с течением времени после болезни коронавируса, это месяц-два у меня сложнее и сложнее было состояние в плечах, особенно правое плечо, то есть там в области шеи, мышцы, очень, видать, было какое-то напряжение такое, что я уже, рука у меня и назад не отводилась, правая уже и левая, вот, то есть я уже чувствовала, а пальто одевать, снимать уже тяжело было руку. Я вот это вот сделала буквально за 2-3 дня. За 2-3 дня я имею в виду вот этими маленькими приемчиками за 2-3 минуты. После коронавируса? Да. Вышло, да? Да, это у меня, мне сказали, что это осложнение у меня пошло, и левый глаз у меня стала течь слеза. Когда на улицу, даже и дома тоже, но на улицу, тем более сейчас зима, холодно, и на улице вот прямо у меня уже даже привычка, я всегда перчаткой вытираю, потому что она уже просто вот струей течет и течет. Вот, и я тогда через какое-то время подумала, думаю, а почему же я не сделаю таким же образом, хотя здесь вроде напряжения мышц нет. Ты мне говорила по телефону, ты поехала в клинику, тебе капли там дали. Да, естественно, сходила к врачу, мне назначили капли, мази, я все сделала, но эффекта практически не наступил. Ушла там сухость от этой слезы только, а слеза как текла, так и текла. И я когда направила вот это же внимание, то ощущение в область глаза, у меня буквально на следующий день как рукой сняло. Но сначала я подумала, я еще подожду, но уже прошло 3-4 дня, и я на улице бываю час-два-три на этом морозе, и не слезаю, в общем, все, ушло. Хотя я опять... Выглядишь, это сразу видно, что так уверенно говоришь, значит, слеза не течет. Это я вижу уже, и шея свободная. Я хочу напомнить, в книге 96-го года есть там методики, и там есть внутренний доктор. Когда вызываешь состояние релаксации, тебя покачивает, вот этот маятник появляется, и направляешь внимание на больную точку, фиксация внимания при полной внутренней свободе. Фиксация, то есть направление при расслаблении. Это очень важно понять. И в этот момент организм сам начинает выдавать те движения, которые тебя лечат. Ну вот и так сделала по поводу глаза, по поводу шеи. Я хочу еще раз повторить, потому что Неля мне говорила по телефону об этом. Она рассказала более подробно, а я коротко повторю. Она мне сказала, я когда выходила на это состояние, я направляла внимание на больную шею, которая меня стягивала. Воображала в этот момент то, что я чувствовала раньше при ключевом стресс-тесте или при выходе на состояние. Я направляла внимание, вспоминала это, и раз, бах, шею отпустила. Вот таким образом образуются обратные положительные связи, когда человек уже может навыки, навыками уже может, уже и без разведения рук, быстро приводить себя в порядок. Сколько минут тебе сейчас нужно? Вот ты говоришь 10-15 минут, но человек может подумать, что это действительно надо каждый день утром 10-15 минут тратить. Это ты говоришь, когда во время болезни, или вообще ты так делаешь? Ну это когда у меня вот сложное еще состояние было, но 10-15 минут не больше. А сейчас уже это, я уже просто вот себя проверяю, в начале дня себя, и в течение дня, если бывают сложные какие-то моменты, тоже просто я проверяю и живу дальше. Слушай, поэтому я прошу вас, все участники нашей школы Человек Будущего, похлопаем Нелле, нашему литературному агенту, благодаря стараниям, потому что она была в теме. Она на себе все проверяет. Вот такой литературный агент должен быть у любого издательства. Спасибо тебе, Нелечка. Спасибо тебе. И вам спасибо. Ну, большого будущего. Спасибо, всего доброго. И вам всего доброго. До свидания.